В Москве прошел круглый стол под названием «Новый предстоятель Украинской Православной Церкви». Что стоит за этим выбором? Информационное агентство «Россия сегодня» стало площадкой для дискуссии. Какие задачи стоят сейчас перед первоирархом условия гражданской войны на Украине? Что может сделать духовенство для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу? На эти вопросы попытались ответить общественные деятели, журналисты и священники. 13 августа собор епископов, проходивших Киево-Печерской лавре, избрал новым предстоятелем Украинской Православной Церкви, митрополита Черновицкого и Буковинского Ануфрия. От его слов и действий сейчас зависит многое. Украинская Православная Церковь, входящая в состав Московского Патриархата и имеющая при этом широкую автономию, крупнейшая и самая влиятельная религиозная организация в стране. С ним, с его личностью, которая уже известна православной Украине и православной России, и нашей Церкви, нашей единой Церкви с его личностью, очень многие согласны. Возникает впечатление, что к владыке многие относятся с действительным почтением, опять же, вне зависимости от того, какую политическую позицию они занимают. Являются ли они ярыми пророссийскими активистами, настроенными открыто в сторону Москвы, либо, наоборот, они сторонники автокефалии. Пока, по крайней мере, мы можем видеть, что в отношении владыки есть согласие и общее удовлетворение. По мнению выступающих, избранный представитель стоит не на политических позициях, а на твердой евангельской истине. В ситуации современной Украины это непростой выбор. И главной задачей, стоящей перед главой Украинской Православной Церкви, это успешно нести свою миротворческую и объединительную миссию, отметили на круглом столе. Первые же слова, которые произнес владыка Ануфрий после своего избрания, были такими. Мы молимся Богу, чтобы Господь тем людям, которые воюют сегодня, дал дух мира, чтобы они поняли, что убивать друг друга – это не заповедь Божия. И очень важно, что в ситуации, когда Церковь сталкивается с чудовищным давлением со стороны тех и других сил, со стороны сил, которые требуют поддержки, которые требуют, ну, как они это называют, патриотизма, очень важно, что владыка Ануфрий, он очень твёрдо стоит на абсолютно евангельских позициях. Не на позициях той или иной политической силы, именно на позициях евангельских, как мы на каждой литургии слышим, что блаженны миротворцы. Митрополит Ануфрий родился 5 ноября 1944 года на Украине в семье священника. Окончил Московскую духовную семинарию и академию. В декабре 1990 года во Владимирском соборе Киева Хиротонисон воепископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведён санархиепископ, а в 2000 году стал митрополитом. 17 августа состоялась его интронизация, владыка стал митрополитом киевским и всей Украины. Продолжение следует...